В этом году принята концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации и развитие IT-направления в образовании вообще рассматривается как одно из приоритетных. Узнаете, что у нас не хватает страны инженеров, а значит не хватает специалистов, которые знают точные науки, не хватает программистов, и это действительно потребность сегодня, регион это ощущает. Поэтому мы со своей стороны всячески стараемся поддерживать такие проекты. Я сразу хочу сказать, что это первый в области интернет-конкурс проектов «Единственная наша сила», который, казалось бы, объединил себе, наверное, на первой стадии не совсем соединимое. То есть, с одной стороны, это задачи нравственного воспитания, духовного, патриотического, и с другой стороны, позволил ребятам через то, что им интересно, к чему они привыкли, создать свои собственные проекты. От имени заместителя губернатора Вологодской области Алексея Юрьевича Макаровского разрешите поблагодарить вас за участие в этом конкурсе, за то, что благодаря вашим работам сохраняются традиции и делаются добрые дела в Вологодской области. Действительно, не случайен конкурс «Единственная наша сила». Северная Фиваида начала этот конкурс в ноябре, в преддверии дня, 4 ноября, Дня народного единства. 16 ноября у нас День толерантности и в ближайшую пятницу День Конституции. Это важные государственные праздники. Вчера у нас был День героя. То есть очень важные и значимые даты для нашего государства. И очень бы хотелось, чтобы действительно благодаря вашим работам, благодаря вашим усилиям и педагогов, и ребят сохранялась и приумножалась великая история, великая память нашего народа. В третий год проводится областной конкурс «Единственная наша сила». Организаторами этого мероприятия являются два очень серьезных департамента. Это Департамент образования Вологодской области и Департамент внутренней политики Вологодской области. Ну и как бы традиционно участвует тоже среди организаторов. Это Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида». Продолжение следует...